Прямо сейчас наш специальный корреспондент Роман Чепель, он находится у концертного зала ансамбля Александрова. Родион, добрый день. Какие у вас есть подробности к этой минуте? Кто уже приезжал к концертному залу после известия о страшной трагедии? Здравствуйте, студия. Да, действительно, сейчас мы находимся в сквере перед входом в концертный зал, который служил такой штаб-квартирой, репетиционной площадкой для ансамбля имени Александрова. И это такая, в силу того, что 64 человека сегодня погибли в катастрофе в Черном море, 64 человека, которые работали в этом ансамбле, 64 музыканта, это место стало таким точкой притяжения для тех, кто хочет почтить их память и вспомнить этих музыкантов и возложить цветы. Здесь действительно с утра, помимо того, что дежурят десятки журналистов, десятки камер, приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память погибших. Среди тех, кто приходил и так наиболее активно общался с журналистами, даже тех, кто сегодня был на этом борту, он лично знает, и для него это огромная потеря. Что касается чиновников, которые появлялись здесь, безусловно, все ожидали, что появится Александр Кибовский, глава департамента культуры Москвы, он пришел с букетом красных роз, возложил цветы, затем обратился к журналистам, он выглядел очень эмоциональным, очень растроганным, едва сдерживал слезы и говорил о том, что масштаб этой потери еще нам предстоит оценить, поскольку это главный коллектив, который был визитной карточкой России за рубежом, каждый концерт его собирал аншлаги, и нет замены такого количества профессиональных музыкантов, которые мы сегодня потеряли, по его словам, заменить будет в ближайшем времени невозможно. Что касается самого оркестра, музыкантов, то они часто гастролируют за рубежом, в том числе и в горячих точках, и вот уже неоднократно сегодня сообщалось в том числе, что и эта поездка в Сирию для них была не первая, они уже были в Сирии в январе 2016 года, и сейчас отправлялись туда, на военную базу в сирийской Латакии, на базу Хмимим, чтобы поздравить наших музыкантов, наших военных, военнослужащих с новогодними праздниками. Родион, может быть известно, какая именно часть коллектива все-таки была на борту? Ну, мы здесь, как и вы сейчас знаем, цифры из 186 людей, которые входили в коллектив, 64 погибли на этом втором, в этой катастрофе, которую потерпел второй борт, который отправлялся в Сирию, напомню, их было два, вот второй. Первый летел чуть ранее, а второй чуть позже. Что касается непосредственно самих музыкантов, то сейчас еще не названы конкретные имена, известно лишь о том, что и руководитель ансамбля имени Александрова, Валерий Хилалов, тоже был на этом борту и тоже погиб. Родион, я понимаю, что информации крайне мало, но, может быть, что-то известно о программе, с которой вот они должны были там гастролировать? Это, ну, должны были быть не гастроли, это должны были быть... Это должен был быть новогодний концерт, но, насколько мы знаем, в ансамбль входит, помимо музыкантов, еще мужской хор, который, собственно, является таким основной ценностью этого коллектива. Ну, и, собственно, участники хора были тоже, наряду с музыкантами, на борту, который потерпел катастрофу. Да, безусловно, невосполнимая потеря. Родион, спасибо. Родион Чепель, наш специальный корреспондент, телеканал РБК, сейчас находится у концертного зала ансамбля Александрова. Но только трое солистов ансамбля песни и пляски имени Александрова не сели на этот рейс, один из них Вадим Ананьев. Он рассказал нашему телеканалу, что в Москве также остались Валерий Гава и Борис Дьяков. С силу того, что у меня маленькие дети, вот, родился еще четвертый сын, маленький грудничок, и я отпросился от этой поездки, ну, вот, в принципе, за 30 лет, что я редко когда не летал, вот, в этот раз отпросился, просто жена одна, и было очень тяжело. В основном все концерты уже прошли в этом месяце, достаточно насыщенная была творческая программа, и уже, как бы, если ребята бы вернулись, я думаю, было бы собрание, подвели бы итоги, да, и достаточно было очень напряженный этот год. Вот, ну, в основном мы гастролировали в Москве, в Московской области, и концерты были в Москве, в Московской области, ну, и были вылеты какие-то по России. Среди пассажиров был также начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков, его имя хорошо известно в Петербурге. Он родился в северной столице, работал журналистом в «Известиях», «Советская Россия» и «Невском времени». С восьмого года был председателем Комитета по культуре Петербурга, с двенадцатого занимал пост министра культуры Подмосковья, через год стал директором Департамента культуры Минобороны России. На борту упавшего самолета были журналисты трех телеканалов. Подробнее в нашем сюжете. На борту были девять тележурналистов от первого канала, в командировку летели корреспондент Дмитрий Рунков. На первом он проработал всего год, сообщили на телеканале. Дмитрий начинал карьеру на Архангельском телевидении, затем работал корреспондентом в Санкт-Петербурге. На дня к Дмитрию Рункову должно было исполниться 30 лет. Вместе с ним летели оператор первого канала Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. В самолете также находились три сотрудника НТВ. Корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор НТВ Евгений Толстов перед вылетом из московского аэропорта Чкаловский разместил в Фейсбуке фотографию с сообщением, что он отправляется в Латакию. Среди пассажиров самолета были также трое сотрудников телеканала «Звезда». Корреспондент Павел Обухов, а также оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. Звукооператор телеканала НТВ Евгений Толстов перед вылетом из аэропорта Чкаловский разместил в своем Фейсбуке фотографию самолета. Он отметил, что путешествует в Латакии вместе с Олегом Пестовым. В СМИ удалось выяснить личности пилотов, разбившегося в районе Сочи самолета. Штурман ТУ-154 Министерства обороны, подполковник Александр Петухов. Это именно он в 2011 году посадил кувыркающийся в воздухе самолет. Тогда видеоролик, запечатлевший подвиг пилота, стал хитом в интернете. На видео борт сильно кренится и заваливается из стороны в сторону. Улани, раз сразу после вылета, отказались системой управления. Но военным удалось посадить самолет на полосу. Все члены экипажа за свои действия в воздухе награждены орденами мужества. Напомню, сайт Фонтанка.ру приводит новую возможную версию крушения самолета. Это перегруз или неправильное распределение груза по багажному отсеку. Это же издание ранее написало, что ФСБ отрабатывает версию теракта на борту разбившегося самолета. И такую же версию в эфире нашего телеканала озвучил военный эксперт Александр Жилин. По его словам, во всех остальных случаях экипаж борта успел бы подать сигнал СОС. Понимаете, в чем дело? Если бы был отказ техники, я думаю, что все-таки у экипажа было время подать команду СОС и сообщить диспетчеру о том, что что-то не так на борту. Здесь весьма напрягает именно тот факт, что связь прекратилась мгновенно и экипаж ничего не успел сообщить. Значит, это может говорить либо о том, что произошло невероятно, этот самолет развалился мгновенно, вопросов к Ту-154 очень много, вообще много. Потому что еще с 2010 года вставился вопрос о запрещении их эксплуатации. Даже запчасти уже не выпускаются для этих самолетов. Но, тем не менее, я не исключаю теракт. Почему? К сожалению, слишком привлекателен этот борт был для террористов. Слишком привлекателен. Наличие журналистов на борту. Журналисты всегда цель номер один. Потому что те средства массовой информации, которые потеряли своих сотрудников, они будут освещать, они будут копаться, они будут делать расследования и так далее. Второе. Это совершенно бесценная потеря ансамбля Александрова. Это символ наших побед. В то же время член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что техническая неисправность или ошибка пилотирования в этом случае тоже исключены.